Здравствуйте! Сегодня в моем блоге «Успех в ваших руках» яркая, талантливая, со звонким голосом тверская певица Светлана Королева. Здравствуй, Светлана! Здравствуй, Татьяна! Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня приглашена в проект «Успех в ваших руках». И сегодня я вам расскажу о своем успехе. Очень рада встреча с тобой. Я думаю, что очень многие наши зрители ждали ее, потому что «Светочка» у нас сегодня очень популярна. И я знаю, что саундтреки твои звучат сегодня во многих сериалах по Первому каналу. Расскажи, пожалуйста, про это, Свет. Ну, получилось как-то так, что я записала свою сольную пластинку на популярной студии страны. И буквально через какое-то время раздался мне телефонный звонок. Я, конечно, подумала, что меня разыгрывают. А кто тебе позвонил? Танечка, мне позвонил продюсер с Первого канала. Я, конечно, подумала, что это розыгрыш. Но оказалось, это не розыгрыш. Тебя еще кто-то в жизни когда-то разыгрывал? Да, разыгрывал. В свое время меня Миша Круг разыгрывал. Он мне все время в 90-е годы звонил ночью, под утро. И представлялся журналистом нашим тверским. И говорил, спрашивал у меня, какие мне артисты нравятся. Когда я ему говорила, что там Филипп Киркоров или что-то, он говорит, вот Королева, любишь ты всех московских, отверских, Миша Круг, это как ты забыла? Я говорю, ну Миша, ну прости. А как все-таки ты потом понимала, что это Миша, по голосу узнавала? А он потом сам себя проявлял, сказал, что это я Миша Круг. Но мы с ним дружили долго. Я даже у него в гостях была, когда он на зеленом жил. Пели песни с ним, даже играли на гитарах совместно. Он на своей, я на своей. И, кстати, знаешь, какая у нас была любимая песня? Ну, это его любимая. Потом стала моей любимой. Я ее исполняю во всех своих выступлениях. Напой нам ее лучше, не говори, какая у нас. Ты слегка напой. Музыка вновь слышна. Стал пианист и танец назвал. И на глазах у всех к вам я сейчас иду через зал. Я пригласить хочу на танец вас. И только вас. И не случайно этот танец вальс. Замечательно, Свет. Вот я сижу, слушаю твой голос. И у меня аж мурашки. Спасибо, Танечка. Мне очень приятно. Очень. Скажи, пожалуйста, значит, тебе позвонил продюсер. И что? Ну, продюсер, он мне предложил на прекрасных условиях посотрудничать с ним. И, конечно же, я долго готовилась. Моя подготовка документальная. Ну, наверное, месяца два была. Да. Пришлось запомнить большое количество договоров. Связываться с композиторами, с поэтами, с теми людьми, которые делали мне фонограммы. Ну и оно свершилось. Теперь я даже сама не знаю, где я пою. Потому что... Я хотела спросить, в каких сериалах ты поешь? Я пою в большом количестве сериалов. Но первый сериал, он снимался в Твери. Это «Донор», рабочее название. Сериал «Верь мне». Потом, конечно, такой громкий сериал. Очень яркий. Это «Улыбка пересмешника». Ну, а сейчас вот последний сериал, который прошел по первому каналу, это «Поздний срок». Хочешь угадать, о чем ты думаешь? Да. Ты очень, очень хочешь выйти за меня замуж. С чего же ты это взял? Так, что не хочешь? Ну, вот теперь я даже не знаю. Ну, придется. Ну, придется. Ну, придется. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Огними меня, поцелуй меня, пусть не будет между нами расстояния. Пусть не будет между нами расстояния. Свет, вот сейчас понятно, что у многих людей есть возможность посидеть и посмотреть эти сериалы, да? С участием голоса Светланы. Свет, вот что делает Светочка дома на самоизоляции сегодня? Ой, и Светочка много трудится. Трудится над собой. Дома трудишься над собой. Да, поэтому у меня практически нет выходных, за исключением воскресенья, когда я отдыхаю. Я учу новые песни. Я могу сказать, что я учу французские песни, выучила итальянскую песню. Вот. Я много занимаюсь спортом. Занимаюсь спортом. Мне посчастливилось, что я познакомилась с замечательной девушкой, которая сделала себя сама. Это Наталья Анталова. Вот. И я пришла к ней в проект. Спортивный проект. Все это, прости, это наша Тверская девушка? Да, это наша Тверская девушка. Очень симпатичная, очень грамотная и талантливая. И я была потрясена профессионализмом, и я, раскрыв рот, это все слушала. И я все это сейчас вникаю, пропускаю через себя, и я верю ей. И получается, что я делаю утром зарядку. И у меня есть вечерняя тренировка. И я просто кайфую от этого. Спасибо ей. То есть, наверное, не только тренировки, еще какое-то питание у тебя должно быть соответствующее этим тренировкам. Танечка, тут вообще взаимодействие целого комплекса процедур. Это и питание, это уход за собой, это массажи, это вакуум, это, конечно же, умывалки всякие разные, уходы за лицом. Ну, умывание самые, допустим, простые, из простых продуктов. Это семя льна и наша любимая овсянка. А на сегодняшний день какое твое любимое блюдо? Таня, ну вот я могу с гордостью сказать, что у меня любимое блюдо сегодня овсяно-блин. Расскажи, как ты это делаешь? В общем-то, овсянка, ясно, солнышко, троечка. Беру 4,5-5 столовых ложек, туда одно яйцо и немножечко кефира, совсем чуть-чуть. На сковородку с двух сторон. Нет, я не ем ни соль, ни сахар в чистом виде. Вот я делаю блинчик. Блинчик могу добавить сверху, помазать сыром. И кофе. Кофе тоже без сахара. Итак, мы всем рекомендуем такой рецепт, потому что он благоприятен не только для фигуры, а также для здоровья. Конечно. Есть еще очень интересный блин, но это не из овсянки, а из гречки. То есть берется готовая, приготовленная гречка, туда яичко, сыр и также на сковородку. И получается уже гречневый блин. Но овсяный блин мне нравится больше. Свет, а давай заглянем к тебе на кухню. Ты же и там поешь? Я очень люблю музыку, люблю петь, как говорится, и в душе, и на кухне, и везде. То есть ты поешь везде? Да. Люблю я музыку. Это у тебя с детства? Ну, наверное, с рождения даже. С самого равного детства, да, когда я еще была в детском саду, к моей маме, домой пришла музыкальный работник и сообщила, что девочку вашу невозможно оторвать от фортепиано. Она поет, она интересуется музыкальными инструментами разными. И маме моей порекомендовали отдать мне музыкальную школу с 8 лет. Мама сама музыкальная? Нет. Моя мама к музыке не имеет никакого отношения, она всю жизнь отработала в торговле. Вот. И моей маме сказали, что она должна меня отдать, просто обязана, с 8 лет в музыкальную школу. Моя мама меня отдала не с 8 лет, а с 6 лет. То есть с детского сада я пошла в музыкальную школу. И в первый класс я уже пошла, будучи во втором классе музыкальной школы, так и пошла моя музыкальная карьера. Карьера, потому что я, можно сказать, с 7-летнего возраста, я уже выступала на площадках города Ржева. Я сама ржеветянка. Вот. И выступала над ней строителя. Вот. Всевозможные праздники, которые устраивались для горожан. Под аккордеон пела. Потом был Вия. Я уже не помню, как он называется. Вот. И пела, пела, пела. А у тебя много поклонников? Танечка, у меня и были поклонники, и есть поклонники. И поклонник вспоминается, который дарил мне розы. Розы очень большие. Мой рост. И в некоторых букетах были подарки. Подарки очень красивые. Сама понимаешь, какие. Но секрет. Светлана, а с какими известными людьми тебе приходилось сотрудничать? Танечка, мне приходилось сотрудничать с многими известными людьми из шоу-бизнеса. Я благодарна студии «Салам», где мне пришлось воплотить свою мечту в реальность. Я там познакомилась с Михаилом Захаровичем Шафутинским, с Леонидом Могутином. И эти встречи для меня, конечно, были и знаковые, для меня были они авторитетными. Мне появилась возможность пообщаться. Михаил Захарович Шафутинский даже сказал в своем интервью несколько слов обо мне. Мне было это очень приятно. Вот это все время работы. Вы встречались на студии с нашими тверскими исполнителями. В частности, у нас есть исполнительница Светлана Королева. Недавно ее песни стали саундтреком к сериалу на Первом канале. Вот что можете о ней сказать? Наверняка же вы слышали какие-то ее песни и композиции. Ну, я могу сказать, что очень хорошо, что ее песни стали включать в саундтрек, в сериалы на Первом канале. Мои песни туда не включают. Поэтому это достижение, я считаю, я считаю, что это здорово. И что в Твери есть Светлана Королева, которая проникновенным женским красивым голосом поет чудесные песни. И у нее это хорошо получается. Ну, вот я бы от всей души пожелал ей больших успехов, с удовольствием. Поскольку здесь есть для этого все условия, а у нее для этого есть все возможности, способности, таланты и красота. Конечно, мне посчастливилось еще посотрудничать со многими известными людьми. Я работала на одной площадке с Сергеем Крыловым. Впечатлил, конечно. Очень эмоциональный, очень такой вот живой, интересный мужчина. С укупником два года назад работала в Бежицке один концерт. Получилось так, что он опоздал на полчаса на концерт, а я выступала перед ним. И мне пришлось держать в таком напряжении целый стадион, чтобы подождать Аркадия, чтобы он после меня выступил. Ну, как-то вот такое взаимодействие команд наших было тоже очень яркой, для меня запоминающейся. А с кем из наших тверских певцов, танцоров Светочка дружит? Конечно, я сотрудничаю и сотрудничала очень часто с Джоном Шенгелия, с шоу-балетом «Фантазия». Светлана Саламова – это вообще шедевральный хореограф, которая сделала очень гармоничные постановки на мои песни. И я ей очень-очень благодарна. Я сотрудничала в свое время с журналом «Реноме» Ниной Метлиной. Я сотрудничаю с такими творческими, интересными людьми, как Леонид Теляшев, Александр Евдокимов, ну и другие многие известные люди. А также кавер-группы – Алексей Серов. Мне очень приятно с ним сотрудничать. Кавер-крэш. Также мне нравится сотрудничать с Василием Облавьевым. Конечно же, сейчас в моем творчестве вот такое некое изменение, что я сотрудничаю с артисткой нашей Тверской Натальей Розенберг. Мы дали концерт год назад. У нас был аншлаг, и у нас очень большие планы. И мне очень нравится сотрудничать с Натальей. А я была на этом концерте, и мне очень понравилось. Это было незабываемо, сказочно, весело и, самое главное, атмосферно. Спасибо, нам очень приятно. И мы очень благодарны всем, кто пришел на наш концерт. И я думаю, что это был только первый концерт, и мы с Натальей планируем серию таких концертов. Свет, какие песни и на каких языках тебе нравится исполнять? Танечка, я пою на многих языках. На французском, на итальянском, например. Ну, и, конечно же, я люблю молдавский язык. Вот, как ни странно, пою песню на молдавском, песню, которую исполняет Нелли Чубану. И так далее. Спасибо, Танечка, за вопрос. Да, я считаю себя успешной женщиной, потому что женщина, когда она состоится, она и считается успешной. Я мама, я думаю, что я прекрасная мама, я любимая женщина, я певица. Ну, и, конечно, я уже начинающая и уже такая, можно сказать, матерая спортсменка. Поэтому, ну, наверное же, в этом заключается и счастье женское, и просто человеческое счастье. Свет, практически у каждого человека есть хобби. А какое у тебя? Ну, на данном моменте жизни, конечно, хобби у меня – это спорт. Я жду каждую тренировку, я жду свою зарядку, ну, и очень ответственно к этому отношусь. Сколько по времени ты занимаешься? Я утром занимаюсь где-то 30-40 минут и вечером час. Танечка, ну, у меня есть еще очень интересное хобби, оно у меня появилось совсем недавно. Я люблю участвовать в фотопроектах. И многие уже видят, что я выкладываю свои фотосессии. Я люблю разные образы принимать. Вот сейчас должен выйти образ Карли Тахары. Мне очень нравится и близок этот образ. И мне нравится фотопроект «Лед», «Гламур». И сейчас готовится новый проект, немножко такой агрессивный. Я буду на мотоциклах, вот, такой рокерский. Поэтому это мое очень любимое хобби стало, и которое, я думаю, что я буду всегда, буду участвовать и продолжать. Светлана, у меня есть одна очень любимая песня в твоем исполнении. И ты наверняка знаешь, Карлана. Да, Танечка, я знаю. Я знаю, что это песня, которую для меня написала красавица Любомира. Спасибо, Наташенька, тебе за этот хит. Эта песня называется «Я так тебя ждала». Я пользуюсь случаем, хочу пожелать всем семейного счастья, любви, благополучия. Все мы переживем, все будет хорошо. Самое главное, чтобы была у нас любовь. Я так тебя ждала, одного тебя ждала, сотни бесконечных дней. Ты был моей мечтой, стань теперь моей судьбой, музыкой моей. Здорово. Спасибо, спасибо. Светлана, лично мне нравится, когда ты поешь из репертуара Агузаровой. Конечно, Танечка. Агузарова моя очень любимая певица. И мне хотелось бы тебе исполнить пару строчек из этой песни. Верю я, ночь пройдет, сгинет страх. Верю я, день придет, весь в лучах. Он пропоет мне новую песню о главном. Он не пройдет, нет, лучистый зовущий страны. Мой чудный мир, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Свет, а давай расскажем нашим зрителям какие-то интересные, яркие моменты из твоей творческой жизни. Ну, давай, Татьяна. У меня были гастроли в Могилеве, и меня заперли в лифте. Мои же музыканты. Это как? Да, вот такое было. Заперли меня в лифте. То есть мы уже практически собирались к выходу, к поездке на концерт. И лифт был запрограммирован, что я каталась вверх-вниз, стояла, у меня закружилась голова. Я чуть ли не выкатилась уже из лифта. И у меня было состояние головокружения, так скажем. Вот. Но закончилось все зеленым концертом. Что такое зеленый концерт, все музыканты знают. Это последний концерт на гастролях, где музыканты друг над другом подшучивают. Ну... В общем, над тобой тоже подшутили. Не то слово подшутили, надо мной просто шутили. Вот. Отключали периодически то свет, то звук. И мне приходилось как-то выкручиваться. Ну, выкрутилось? Ну, конечно, выкрутилось, да. Что-то пела акапельно, что-то ловила аранжировку, чтобы попадать как-то вот. Скажи, пожалуйста, а кто именно над тобой так подшутил? Ну, это был Андрей Земсков. Вот! В свое время, да. Итак, спасибо, Светлана, за разговор. Это было очень музыкально, ярко, интересно. Мне понравилось. А вам? Итак, оставляйте отзывы, пишите комментарии. И не забывайте, что успех в ваших руках!